А в центре Челябинска появилась сосновая аллея. Литературный сквер – это тот, что за публичной библиотекой пополнился полуметровыми саженцами. О существовании этого мини-парка знают еще не все челябинцы, а ведь ухоженные деревья, скамейки и таблички со стихотворениями появились там в прошлом году. На посадке хвойных красавиц была и наша съемочная группа. Перед тем, как поселиться здесь, за публичной библиотекой эти сосны росли в питомниках полуметровым деревьям уже по пять лет. Компания, которая выращивала хвойных красавиц, постоянно облагораживает дворы и пляжи. И за свою активную позицию получила благодарственное письмо от депутата Государственной Думы Андрея Барышева. Нами посажено в общей сложности, за последние полтора-два года посажено более 10 тысяч деревьев, не только в Челябинске, но и в области. Мы это умеем делать, умеем делать. Единственное, как бы эти елки, за ними нужно их поливать, этим будем заниматься. Высаживать молоденькие сосны пришли самые активные горожане, в их числе и наши башкирские соседи. Амур Хабибуллин рассказывает, не мог отказать в помощи своему другу Андрею Барышеву, с которым они вместе воплощают проект на территории Южного Урала. Тем более и место для посадки невероятно красивое. Это вообще супер. Это самое лучшее место, где может быть. Потому что деревья, они, во-первых, здесь дадут красоту, во-вторых, они дадут хороший воздух. А сосна – это вообще такое, на самом деле, дерево, которое облагораживает и, наверное, все плохие вещи уходят, в том числе и микробы. Сам литературный сквер появился здесь лишь осенью прошлого года. До этого здесь был пустырь со строительным мусором. Очистив площадку, горожане высадили здесь саженцы и поставили возле них таблички с цитатами отечественных писателей. Так мини-парк оправдал свое название. Очень приятно отметить, что это как раз пример государственного и частного партнерства, как нужно такие вещи делать. То есть сегодня на деньги предпринимателей, то есть бюджетных денег здесь ни копейки, не было затрачено. Земля только муниципальная, все остальное было вот так вот сделано. В этом году сквер планируют доработать, озеленив и облагородив его еще больше. Здесь мы решили, чтобы здесь появился газон, на котором может отдыхать молодежь. И, в принципе, планируется еще дальше высадить вкус тарники. Но и замкнуть это, сделать пространство единым. Галина Федорченко, Антон Ступко, СТС, Челябинск.